На детской площадке в тот день кроме ребятишек с мамами появился щенок. Щенки, они ведь те же дети, должны скакать, носиться, веселиться. Но малыш тихонечко лежал недалеко от детской горки. Со стороны можно было подумать, что он спит, но поза не была похожа на позу спящего животного, да и глазки у малыша были открыты. Подойдя к нему ближе, добрая девушка сразу поняла, что щеночек явно плохо себя чувствует, из глазок у малыша текли ручейки, рот и десны были желтого цвета, а сам он не проявлял интерес ни к чему. Он отказался и от предложенной воды и еды. Местные детишки соорудили ему домик под детской горкой, сделали лежанку, поставили воду и еду. Ребята дали крохотульке имя Джек. Но несмотря на все оказанное ему внимание, маленький Джек также был безразличен ко всему вокруг. Щеночку явно было плохо, он нуждался в ветеринарной помощи и как можно скорее. Малыша привезли в клинику. К тому моменту щенулечка уже лежал тряпочкой, а глаза и рот стали ярко желтыми. По анализам у малыша была сильнейшая анемия. Кровь была как вода. Чтобы хоть как-то облегчить состояние малыша Джека, ему поставили капельницу, но и ему требовалось переливание, потому что с такими показателями бедняжка бы просто долго не протянул. К счастью, донор нашелся достаточно быстро и драгоценные часы не были потеряны. До поздней ночи шло переливание малышу и все это время рядом с крохотулькой находилась его куратор Марина. Пока шла процедура, храбрый Джек даже не пискнул, а лежал тихо и смирно, словно понимая, что люди вокруг него стараются ему помочь. Переливание прошло хорошо и малыш начал розоветь буквально на глазах, но с аппетитом были проблемы, ел малыш Джек буквально по чайной ложке, а должен был кушать по целой миске. Поэтому малышу необходимо было продолжать делать капельницы. Спустя еще пару дней наметился явный прогресс в лечении, храбрый Джек мог уже сидеть и проявлять активность, аппетит улучшился, но все-таки кушал щенулька мало. Состояние щенулечки стало стабильным и врач выписал малыша на домашнее лечение. Но вопрос с тем, что же с ним случилось остался открытым, пероплазмоз не подтвердился. Когда Джек восстановится, врач рекомендовал отправить анализы Джека в Москву. А пока Джек восстанавливается, очень актуальна помощь с оплатой вид услуг и дальнейшего обследования малыша. Дорогие зрители, если вам понравилась история, пожалуйста, поделитесь ей. А также, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.